Кто не знал, на CoinMarketCap, это мониторинг обменников криптовалют, кроме криптовалют, есть еще раздел NFT. Он был относительно недавно добавлен, когда уже произошел прям вот бум NFT, все признали, стали сюда заходить. Есть три раздела – Overall NFT Statistics, Top Collection и предстоящие сейлы. Предстоящие сейлы надо учитывать, что не только на блокчейне эфира, но также есть на Solana, также я заметил блокчейн ADA. Вот, но и имейте в виду, что здесь тоже однозначный Dior, потому что проектов много шлаковых. Вот, и, ну, я так понял, скорее всего сюда добавляться можно вроде как бесплатно, поэтому добавляются все, кому не лень, как, в принципе, на Rarity Tools. Странно, что, кстати, не сделали почему-то, ну, допустим, платный раздел, как на Rarity Tools, если там можно выделить себя и, ну, за это заплатить два эфира, и ты, типа, будешь в топе на какой-то там срок, на один день, по-моему, что ли. Или чуть больше. Вот, тут такой монетизации нету. Ну, рассказывать, я думаю, смысла нет, все понятно. Здесь описание проекта, блокчейн, ссылки на проект, время, когда он начнется, сейл основной, да. Вот, ну, либо же, если есть присейл, вот, например, цена присейл и цена основной сейл, в данном случае она одинаковая. Вот, если зайти еще в другие разделы, Statistics и Top Collections, не знаю, здесь у меня почему-то показывается только блокчейн Solana, вот, хотя я не делал никакой фильтр, ну, и даже, допустим, если мы сделаем за все время, то все равно он показывает только на Solana статистика. Вот, но, тем не менее, то есть, такая статистика чисто под Solana. Вот, и раздел Top Collections, он что-то тоже какой-то такой же, не знаю, почему-то Solana опять же, вот. Ну, и если мы, допустим, сделаем вот платформу нажмем, у нас, ну, вообще ничего не уходит, точнее, вышло у меня там, а, вот, Solana, да. И других блокчейн он даже не предлагает. Кроме CoinMarketCap, второй популярности мониторинга обменников это CoinJack. Вот, здесь также можно зарабатывать монетки и, ну, в какой-то момент, если повезет, выцепить какую-то NFT от CoinJack в сотрудничество, допустим, с каким-то там художником. Также есть свой раздел NFT, тоже три пункта. Вот, NFT Collections, New написано, добавлен новый, но хотя это уже относительно давно существует, этот раздел, подраздел. Ну, в общем, здесь представлены коллекции уже без какого-либо фильтра, чисто только блокчейн Ethereum, что сейчас находится в топе. Тут я не вижу криптопанков, но, видимо, потому что они на OpenSea как бы не торгуются, это же только на сайте Larvalabs. Ну, и плюс стоит учитывать, что это бета, поэтому, возможно, это в будущем пофиксит, потому что как без криптопанков. Следующий раздел NFT Spotlight. В Spotlight сейчас представлено пять статей. Это, в общем, NFT, которые как раз вот за вот эти конфеты можно было обменивать их на NFT от коллаборации с этими художниками. Ну, тут, если зайти в каждую, можно там о них посмотреть, почитать. Ну, и ссылочки были, где можно было их получить. Ведь, вон, Sven Everbane, я помню, была такая прикольная NFT-шка с ящерицей. И последний раздел – это NFT Related Coins. Это все монеты, которые имеют в себе какую-то NFT-идею. Ну, если в любую зайти монетку, там будет у нее хэштег Metaverse, хэштег NFT. То есть, сюда вот все попали с хэштегом NFT, как я понимаю. Вот монеток достаточно немало. Фильтр идет, конечно же, по капитализации. То есть, чем больше стоимость монетки, умноженная на ее текущее предложение, тем больше капитализация. Ну, как мы видим, Axie Infinity, токен Axies на первом месте. Потом FETA, Sandbox совсем немножко отстает. Decentraland, Flow, Ecomi, Enjin Coin, Gala, Chilis и так далее. Вот, но здесь нет эфира, потому что эфир, он не только ведь под NFT подстроен, но и под множество других сервисов, функционалов и опций. Поэтому можете заходить и сюда, как на CoinJacko смотреть, как и что здесь публикуется, так и на CoinMarketCap следить за коллекциями, которые будут выходить, и за уже существующими проектами на Solana. То есть, надо использовать все возможные источники и сервисы для аналитики и статистики. Такое короткое видео, надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на мой Telegram-канал, на мой Twitter. Заглядываем на коллекцию, 9, 9, 2, и до новых встреч.